Молодая львица стала не нужна людям, которые хотели нажиться на ней. Выброшенные на улицы кошки и собаки, к сожалению, для нашей страны дело привычное, но когда узнаешь о том, что кто-то захотел избавиться от величественной и прекрасной львицы, это кажется невероятным. Основатели одного из частных зоопарков Челябинска позвонили зоозащитнику, ветеринару и основателю фонда «Спаси меня» Карену Далакяну. Они спокойно объяснили, что им негде держать 11-месячную львицу, поэтому если никто не помешает, они просто усыпят ее. Мужчина, конечно, не смог допустить такого и спас жизнь Лоли. Он поселил ее в самую большую клетку, которую удалось найти. Вскоре выяснилось, что предыдущие хозяева жестоко обращались с Лолой, и львице повезло, что она попала в руки Карена Вачагановича. Лола была абсолютно здоровой, ласковая и игривая, она освоилась на новом месте и стала любимицей всех работников фонда. В этой красавице было 100 килограмм веса, но по сути она была еще совсем ребенком. Лола очень любила гонять мячики и играть, но в тесной клетке не разгуляешься. Фонд объявил сбор большой суммы на строительство полноценного вольера для юной львицы. Требовалось 65 тысяч рублей для достижения этой цели. К октябрю силами неравнодушных людей удалось закончить теплый вольер для красавицы-львицы. Теперь она могла свободно передвигаться по всей территории. Как бы ни был хорош вольер, диким животным нужно больше пространства. Было тяжело, но Карен Вачаганович принял решение перевезти Лолу в солнечный Крым, в сафари-парк Тайган. По прибытии на место Лола первым делом отправилась знакомиться с соседскими тиграми. Наблюдать за дикими кошками в такой обстановке очень интересно. Заботился о Лоле Олег Алексеевич, настоящий специалист по работе со львами. Как видим, юная львица отлично, чувствует себя в теплых и солнечных землях Крыма. Лола даже научилась играть в футбол. Вскоре у Лолы прошло знакомство с галантным кавалером и известным дамским угодником парка Львом Марселем. Они хорошо поладили и стали настоящей львиной семьей. Лола познала счастье материнства и родила малыша-львенка Лилу. Только посмотрите, какой он милашка. Вот так львица Лола, у которой почти не было шанса на жизнь, благодаря усилиям зоозащитника из Челябинска, переехала в теплый Крым и стала мамой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. До новых встреч!